В Нижегородской области начали восстанавливать башню инженера Шухова. Почти такая же находится в Москве на Шаболовке. Ажурная вышка на берегу Аки, которая раньше была в составе линий электропередач, теперь может стать туристической меркой. Берег Аки под Держинском превратился в строительную площадку. Специалисты восстанавливают башню инженера Шухова. Долгое время она была в составе линий электропередач. В 90-х годах осталась без хозяина. Позже выяснилось, эта башня – шедевр мировой архитектуры. Еще несколько месяцев назад здесь не было 16 и 40 таких опор. Их срезали неизвестные, сдали в металлолом. Башня держалась буквально на честном слове, но не падала. В этом и заключается секрет шуховской конструкции. Вся эта махина для своих размеров на самом деле очень легкая и может устоять на меньшей части стержни опоры. Зарубежные архитекторы собрали на восстановление конструкции 175 тысяч рублей. Нижегородские энергетики выделили 11 миллионов. На эти деньги уже отремонтировали стержни опоры и половину первой дуги. Работают по технологии, схожей с шуховской. Шухов все делал на клепках. У него сварки здесь вообще не применялось. Поэтому и мы ее не применяем. Мы сейчас делаем все на болтах. Для того, чтобы полностью восстановить башню, потребуется еще 40 миллионов рублей. Вокруг поставят забор, чтобы металл больше не воровали. Установят прожекторы. Шуховский гиперболоид станет маяком для речных и воздуха. Подобные башни есть во многих странах мира. Они легкие, экономичные и красивые. Нижегородские специалисты считают, что башни на берегу Оки достойны стать одной из главных туристических достопримечательностей Нижегородской области. Вера Попов, Леонид Тепляков и Мария Семенова. Пятый канал. Нижегородская область.